Наткнулся на небольшую заметку одного человека, которому пришлось лечить ребенка в Германии. И вот его отзыв о том, что он увидел. Так вышло, что сегодня я провел весь день в одном из детских госпиталей Германии. Было время походить внутри, снаружи, посмотреть, как у них все устроено и поговорить с теми, кто там работает. Собрал много фотографий и впечатлений, но кроме очевидных вещей, больше всего восхитило меня вот что. В детском госпитале есть два места, где дети чувствуют себя детьми, а не маленькими пациентами. Первое – это большая бесплатная детская библиотека. Да-да, вы не ослышались, в госпитале Германии ежедневно работает большая детская библиотека, куда дети и родители могут приходить и откуда они могут брать любые книги к себе в палаты. Кроме прочего, там ежедневно проводят публичные чтения детских книг, кукольные спектакли, викторины для деток, различные утренники. Дальше больше. В библиотеке работает кинотеатр для детей. По всему госпиталю висят афиши с мультфильмами, которые будут показываться в библиотечном кинозале в ближайшее время. Второе – это бесплатная детская комната с аниматорами. Да-да, вы опять не ослышались. В госпитале видели огромную комнату для детской анимации. Там игрушки, конструкторы, настольные игры, лазалки и аниматоры, которые ежедневно приводят с детьми всякие разные мастер-классы. Дальше больше. В детскую комнату в определенные дни приезжает тактильный зоопарк с черепашками, улитками, хомячками и другой мелкой живностью. Афиши тоже висят по всему госпиталю. Казалось бы, ну что тут такого сложного? Такие очевидные и простые вещи, чтобы сделать жизнь тысяч детей-пациентов, которые оказались в стационаре, больницы чуточку легче, веселее и интереснее. Это настолько круто и настолько просто, что сразу вызывает очевидное восхищение. Не знаю, услышат ли меня наши муниципалитеты и чиновники от здравоохранения, но меня точно поймут те, кто лежал со своими детьми в стационарах в наших детских больницах. Когда я это прочитал, я почему-то понял, что действительно, то, что здесь кажется совсем очевидным, для многих людей, наверное, это удивительно. Мне посчастливилось, мои дети не лежали в больнице, но я могу поделиться своим личным впечатлением, когда я столкнулся с таким понятием, как роды в Германии. Когда моя жена рожала второго ребенка, она рожала его в Германии, и я присутствовал при этом. Я не знаю, как сейчас обстоит дело в родильных отделениях российских и украинских больниц, но в Германии это выглядит таким образом. За несколько дней до родов мы пришли туда и нам показали отдельную комнату, так называемый Крайс-зал, где каждая пара находится отдельно, сепаратно от других остальных пар. Нам дали возможность выбрать эту комнату, но так как мы знали, что у нас будет мальчик, нам предложили голубую комнату, при этом сказали, если вам не нравится расцветка, представьте себе, у нас есть еще оранжевая комната. Но мы сказали, что это не имеет никакого значения, нам дали время осмотреться там, сказали, если что-то надо, мы вам еще дополнительно принесем или что-то уберем, если здесь вас что-то не устраивает. Итак, в день родов мы попали туда ночью, пришла акушерка, которая нас туда запустила, и она сказала, ну все, вот тут вы будете находиться. Похлопала меня так по плечу, сказала, ну вот ты развлекай теперь свою жену, ты здесь для этого и находишься, и ушла. Я подумал, она пошутила, я подумал, ну она, наверное, вернется. Ничего подобного, не вернулась она, мы все время находились там вдвоем. Успели сделать ванну, в общем, все там перепробовали, все, что там можно было перепробовать, я старался как мог ее отвлечь, или, в общем, делай там что хочешь, хочешь успокаивай, хочешь отвлекай, дело твое. Ну, факт тот, что вы находитесь в этой комнате вдвоем, ни врачи, ни акушеры, никто не вмешивается в этот процесс. Я понял потом, почему они это делают, потому что они считают, что рождение ребенка – это ваше семейное, очень тонкое, интимное дело, и поэтому они, их вмешательство врачей, только если в этом есть необходимость. Я все время боялся, я находился постоянно в напряжении, мне казалось, что они вообще не появятся, и что мне самому придется принимать роды. Но этого не случилось. Акушерка появилась в самый последний и в самый нужный момент. Она пришла, скомандовала так, ну все, теперь давайте на стол. Ну, я даже думаю, после я думал, может быть, они наблюдают за этими комнатами под камерами, потому что она пришла именно тогда, когда надо было. Она до этого там не мельтешила, а пришла вот в самый нужный момент. Потом она сказала, так, теперь слушай меня, таким хорошо поставленным голосом. Обращаясь к моей жене, сказала, так, внимательно слушай и делай то, что я тебе скажу. Ну, еще, может быть, пять минут все это прошло, я стоял в голове, она накрыла жену простынью, она находилась в стороне ног, ребенок родился. Без каких-либо осложнений, дальше она его взвесила, померила, отдала его нам и снова исчезла. Все, вот присутствие акушерки было буквально за все время 10 минут от силы. Затем я отвез жену в палату, рядом с ее кроватью стояла еще одна дополнительная кровать для меня. Представьте себе, они сказали, ну раз вы тут всю ночь повели, вы можете здесь и спать, никуда не торопитесь, оставайтесь. Мы вместе с женой легли и оба заснули, ребенка забрали на вот это время. Потом 8 часов нам его привезли и вот с этого момента больше за все 4 дня он ни разу палату не покидал. Он все время находился с ней. Мы могли его купать, она могла его переодевать. Я ушел, конечно, у нас уже была 4-летняя дочь, мне нужно было находиться с ней. Жена находилась в больнице, но она могла его переодевать. Там стоял отдельный шкаф с одеждой, там были отдельно памперсы. У нее в своей вот этой палате была отдельная душевая кабина, она могла в любой момент принять душ, когда она хотела. Она привела себя в порядок, то есть уже буквально через несколько часов после родов она прекрасно выглядела. Ребенок находился с ней, все это время он ни разу не плакал, ну потому что он был все время либо на ее руках, либо она смотрела за ним. И вот так прошли замечательно эти 4 дня, самые лучшие воспоминания. Еще я помню, что в кроватке, когда они его первый раз привезли, у него лежала игрушка. И это был такой маленький бегемотик. И когда мы выписывались, врачи сказали, а эта игрушка пойдет дальше с ним, мы вот дарим ее вам. Ну потому что от нашей больницы вот это то, что его с первых часов жизни сопровождает, и пусть это с ним останется. И действительно эта игрушка была с ним ну до самого конца, лет до 4 он с ней не расставался, пока она уже вообще не порвалась и уже просто износилась. Он все время хотел с этим быть своим бегемотиком. И я что хочу сказать, жена первого нашего ребенка, мою дочь, рожала в России, в Санкт-Петербурге. Ну вот была у нее такая мысль, что первый ребенок, она боялась, там в Петербурге остались ее родители, и она хотела вот обязательно быть с мамой. Настояла на том, что она поедет туда рожать. У меня тогда были проблемы с паспортом, я не мог вместе с ней выехать. Соответственно, она уехала одна, потом после родов, через месяц вернулась назад. И она никогда особо не вспоминала о том случае, она всегда говорила, это было ужасно, не спрашивай меня. Я только знал, что у нее были очень серьезные осложнения после родов. Я этого ничего не застал, мы только перезванивались. Она особо ни о чем не рассказывала. Но вот после того, как родился наш сын в Германии, она немножко поделилась со мной, и она мне рассказала такую историю. Одновременно вместе с ней рожало еще семь женщин. Были две смежные комнаты, и все женщины находились в одной комнате. То есть то, чтобы там каждый отдельный зал, он говорит, забудь, такого вообще нет. Мужчин, естественно, мужей рядом тоже нет. Вот все эти восемь человек находятся вместе. Вот у нее первые роды, она молодая. Ей было очень страшно, она говорит, от того, что она видела мучения других женщин. Она одна кричит, другая там стонет, третья там плохо. И представьте себе, человек все это переживает, помимо того, что ему самому тяжело. Я думаю, поэтому именно немцы отделяют каждую пару в отдельную комнату, чтобы, ну, не наблюдать все эти кошмары в отношении других людей. Дальше, она говорит, такой операционный зал стояло, два стола, и женщины рожали одновременно. То есть одна на одном столе, другая на другом столе. При этом моя жена говорит, ты не представляешь, как с нами разговаривали о кушерке. Они кричали, обзывались, все было очень грубо, одну довели до слез. В общем, просто какое-то нечеловеческое отношение. Она говорит, вот то, что здесь эта волшебница появилась в нашу комнату, на пять минут тихо сделала свою работу, поздравила нас и ушла. Она говорит, эта женщина как будто бы из другой сферы. Российские акушерки – это какие-то садистки. Она говорит, у меня такое ощущение, что туда берут психически нездоровых женщин. Кроме этого, все время, вот и после родов, и после, когда она находилась в палате, было постоянно холодно, не работало отопление. Все находились там в кофтах, под теплыми одеялами. Очень многие женщины простужались. И потому что многие были простужены, детей не отдавали в палаты. Только приносили на кормление и тут же уносили. И она говорит, вот представь, рядом детское отделение, и там постоянно крик. Ты слышишь, что дети перманентно, хоть днем, хоть ночью, они постоянно кричат. Во-первых, их много, а потом они там находятся, никто за ними толком не смотрит. И вот принесут тебе ребенка, а она говорит, не на какое-то время, я ее успокою. Потом ее раз опять забирает, она опять там начинает кричать. Я все время сравнивал с тем состоянием, которое было у нас. Вот наш малыш, он вообще не плакал. Но я спросил медсестру, я выходил несколько раз, вот как этот человек в больнице. Я гулял за пределами комнаты, естественно. И мне все время хотелось услышать какой-то детский крик. Мне было интересно, а есть еще какие-то пары в этот момент с новорожденным? Я спросил потом медицинскую сестру, она сказала, да, у нас на штационе еще четыре пары. Вот три мальчика родилось за этот момент, а одна девочка. Вот они там у нас где-то находятся. Но что интересно, четыре пары, ну вообще не было слышно детского крика. Ни днем, ни в обед я когда приходил, ни вечером спрашивал жену. Она говорит, нет, полная тишина. Вот мне до конца это все-таки непонятно. Но почему же в России так? Вот забирают детей, отвозят их в какое-то детское отделение. Почему бы не отдать их на руки мамам? Ну ведь мама лучше позаботится, правда? Ну может быть это связано с тем, что нет чисто технических условий там рядом поставить детскую кроватку. Я не знаю, конечно, как это сейчас происходит в России. Мне было бы интересно узнать, как сейчас появляются российские дети на свет. Еще она говорила, что еду можно было им передавать в палату. Соответственно, у каждой стояли какие-то чашки, кастрюли. Все это пахло в этой общей палате. Помимо прочего, тебе нельзя было получать цветы. То есть цветы передавать нельзя было. Опять же, там у них был какой-то карантин. И со своими родителями она общалась только через окно. Передавали там какие-то записки. В общем, все очень усложненное. У нас же, когда ребенок родился, любые цветы в любом количестве. И, естественно, мои, и цветы наших друзей. Вот сколько букетов было, столько вас и поставили там на полу, на тубочке. И везде стояли цветы. Любой человек мог прийти в палату. Любой человек мог брать нашего ребенка на руки, общаться с ней, общаться с нами. Был вообще такой первые дни, какой-то проходной двор. Потому что постоянно кто-то приходили, уходили, поздравляли. Никто не переживал о том, что ребенок чем-то заразится, что подцепит какую-то заразу. Вообще об этом никто даже не парится. И в России, наоборот, детей ограждают от всякой заразы. Но, как правило, там дети очень многие чем-то, и в том числе и женщины, очень многие чем-то заражаются именно в родильных домах. Вот в чем парадокс. Ну, факт тот, что моя жена пережила, конечно, этот момент. И она сказала, не вида. То есть, никогда больше, никогда в жизни. Она говорит, да, мама, это, конечно, замечательно. Мама помогала. Но лучше надо было маму сюда, к нам, чем мне туда ехать. И переживать вот все это. И мы всегда говорим нашей дочери, тебе повезло чуть меньше. Ты родилась в такой большой общаге. У сына все было уже такое вот индивидуальное, немецкое, все более цивильное, чистое и так далее. И поэтому, кстати, он потом рос очень спокойным ребенком. Он почти никогда не плакал. И моя жена всегда говорила, когда он был маленьким, бебе. Она говорит, ну, может быть, вот это как раз таки потому, что роды проходят в нормальных человеческих условиях. Когда и папа рядом, и мама рядом. Мама не напугана. Никакие тетки и дядьки не мешаются. Никто на маму не кричит, не обзывает ее в момент родов. Ребенка принимают сразу, одевают в какие-то хорошие вещи, а не в какие-то страшные пеленки. Клима, соответственно. То есть, нет холода или нет, наоборот, жары. Все акклиматизировано, нормально. И ребенок с первых дней находится в материнских руках. Вот это мое личное переживание. Единственное переживание, которое было связано с детьми из больницы. Что касается этого человека, который написал этот пост, я полностью подтверждаю. Это все действительно так и есть. У моих знакомых лежал ребенок в больнице довольно долго. Мы приходили, его навещали. И вот то, что мы видели, это действительно было так. Очень красиво разрисованные стены больницы. Весь киндер-штацион, то есть отделение детское было завалено игрушками, разными там детскими рисунками. И там действительно медицинские сестры и врачи приходили иногда в каких-то непонятных смешных костюмах клоунов или каких-то зверушек. С ними очень много чего проводилось. Организовать какой-то, ну такой человеческий уход за детьми в то время, когда они вынуждены находиться в каком-то вот этом отделении, не могут никуда выходить. Ведь это же в принципе не сложно. Я знаю только еще одно, что очень многие люди шпиндируют, то есть занимаются благотворительностью, дарят деньги детским штационам, какой-то клуб, гольф-клуб или какой-то боулинг-клуб. Это могут быть какие-нибудь, какой-то женские, женская группа по интересам, какие-нибудь старушки, старики, в том числе различные организации. Просто частники дарят небольшие суммы. Кто-то тысячу, кто-то полторы, кто-то три, какой-то магазин пять, семь, передают постоянные игрушки. И поэтому детские штационы в больницах, они переполнены этими вещами. Поэтому, конечно, я рад за этого человека, которому удалось лечить своего ребенка в Германии. И, конечно, советую всем, у кого есть деньги, это делать именно за пределами России. Ну а что касается моей темы об иммиграции, я одной из самых главных причин иммиграции называл именно то, что если у вас есть дети, уезжая из России, вы прежде всего спасаете их жизни. Потому что Бог его знает, как сложится судьба. Если приключаться, не дай бог, какие-то болезни, то лучше все-таки лечить все это в цивилизованных условиях и, самое главное, с людьми, которые все-таки люди с большой буквы, которые человечно стараются относиться друг к другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!